Закрылись все офисы. Началось все с того, что закрылись суды все неделю назад. Сейчас, с 18 марта, закрыты все офисы USCIS по всей Америке. То есть нет больше иммиграционных интервью, нет больше инфопасов, где можно задать свои вопросы. Также нельзя поставить никакие печати в паспорте для путешествий. Если кто-то хочет, все-таки как-то путешествовать и может. Дальше, с 19 марта закрыты офисы USCIS. Это где люди ходят отмечаться с браслетами, чтобы печати поставить и так далее. То есть из-за того, что все закрывается, естественно, будут какие-то определенные задержки, связанные с рассмотрением документов, с тем, что людей перезначают на интервью. И, кстати, все, у кого интервью были и еще не переназначили на офисы закрыты, ждите. Вы обязательно получите письмо, которое переназначают или интервью, или отпечатки пальцев. Согласно тому, что нам сказал USCIS, все службы, которые связаны с обработкой документов, работают в нормальном режиме. Ну, я обычно человек скептический, я не верю в то, что это будет в нормальном режиме. Я думаю, что нас ожидают большие-большие отсрочки всего. Тем более, что сейчас будут очень многие люди, которые не могут выехать, подавать на продление статуса. И, соответственно, ну, это тоже забьет всю систему иммиграционные новыми заявлениями. С точки зрения миграционной службы, она попадает под определение стихийного бедствия. То есть в реальности, как бы, мы с такими ситуациями имеем дело, когда происходит что-то чрезвычайное, вроде землетрясения или государственных переворотов. Сейчас нужно будет показывать, что, допустим, отменился самолет или собираются его отменить, или закрыта граница, или человек заболел. И думаю, мы даже будем показывать просто, что человек считает, что его здоровье находится в зоне риска. Допустим, пожилой человек или ребенок, может быть, у которого иммунитет пониженный. То есть это все можно будет показывать, рассказывать, ему можно офидевит писать. И люди могут подать на правление. И там написано, если вы опоздали подать на свое правление, допустим, вы досиделись, чтобы статус закончился, будут какие-то поблажки и будут прощать людям нарушение своего срока. Но, опять же, мы еще не знаем, как это будет прощаться, будет ли прощаться, что он будет писать, показывать. Да, я лежал в больнице, я не мог посылать документы на правление. Также можно будет показать, что вы не можете, допустим, оплатить, заполнить отдельную анкету и просить, чтобы вам простили госпошлину. Тоже такая есть возможность. Меня очень беспокоит ситуация с людьми, которые не могут сейчас въехать в страну. То есть те, кто оказался за пределами США и имеет основания находиться внутри страны, но въехать сюда не могут. В первую очередь студенты, которые, допустим, уехали на каникулы, они въехать не могут, соответственно, они теряют возможность семестра, они теряют возможность продления статуса. Инвесторы и два виза, это совершенно вообще ужасная для них ситуация, потому что если они поехали продлять визу за пределы страны и не могут их продлить, потому что консульство сейчас закрыто, и въехать они тоже не могут, они попадают под этот запрет на въезд в страну, и, соответственно, как бы бизнесы будут простаивать, возможно, они уже потом больше никогда вообще этот статус продлить не смогут, потому что бизнес уже больше будет нерабочим. Люди, которые находятся на H-визах, на рабочих визах, если они оказались за пределами страны, вернуться они сейчас не могут, и продлить статус они тоже никак не могут. То есть вот эта ситуация меня очень сейчас беспокоит, и я даже не знаю, как она будет разрешена.